Прогнозы заключаются в том, что ты обнаружишь, что у нас есть, то, что мы ищем. Я окей, да? Ну, может, не окей, да, потому что это такая неофилизированная какая-то система «телки и я окей», да, это не окей, да, я нормально, я эти то, другое, и печаль, и груди, эти... Не, ну, принятие вот этого как окей, печаль, и вот, ну, как вам можно... Скажем так, живость, да, то есть, ну, слово окей, это очень американское, даже как сообщение «время и деньги», да, то есть, правда, да, но, с другой стороны, слишком избыточный как-то структурирует и вносит какой-то такой избыточный прагматизм, избыточный, да, вот, поэтому, если мы обращаемся к телу, да, то важно обнаружить, и мы сейчас попробуем это делать, и я тогда сделаю такую небольшую демонстрационную сессию, обнаружить, каким образом мы можем поддерживать себя, поддерживать клиента, как тело поддерживает себя, минуя вот такой, ну, скажем, нарцетический, терапевтический проект, вот сейчас придет ко мне мой клиент, и я с ним что-то сделаю, и не просто делаю, еще и опьянами тоже что-то сделаю, да, и тогда возникает, ну, скажем так, такая потребность, например, все знать, быть совершенным терапевтом, не делать ошибок, не следовать фирменологии, а следовать проекту, например, да, там построение каких-то гипотек, вот, и в основе этого, в общем, может лежать присущий всем нам, да, поскольку и терапевт на обеих концах этого контакта, в процессе на обеих сторонах находятся люди, да, и там человек, и там человек, и, соответственно, терапевты, то есть мы также не чужды, там, недоверие, да, какого-то к себе и, соответственно, клиенту, каких-то детских проблем, да, какого-то травматического опыта, ну, собственно говоря, поэтому в программах есть всегда требования прохождения личной терапии, вы все это знаете, мне это удобно, в этот момент нужно, как-то еще дополнительно сообщать, но единственное, что хотелось бы дополнительно сообщить, что, конечно, важно, чтобы проработанность была и как-то интегрирована с телесным опытом, да, то есть не только знание о проблемах и переживания, ну и проживание целостное, да, то есть включая и ощущение тела, да, то, что вот мы просто действительно соприкасались, взаимодействовали, ну, и как-то так начали просыпаться, начали просыпаться и ощущения, да, и какие-то бессознательные, да, вот сны начали какие-то такие появляться интересные, вот, поэтому вот эта часть тоже очень важна, и если работать с телом, то, конечно, вы должны знать, иметь возможность осознавать себя, замечать себя, заботиться о себе, да, потому что это один из принципов, вот, и поэтому вот то, что таким основным является, это доверять, доверять собственному телесному процессу, и на этом доверие, строить доверие к телесному процессу клиника, потому что, в общем, все мы обладаем абсолютно такой совершенной системой, нас это не удивляет, когда, ну, вообще, да, вот организм, это нечто, кстати, говоря, по полной полноты сейчас вот слово организм произнесла, так немножко в сторону, ремаркула, вот согласитесь сказать, толстый организм вообще невозможно, да, толстое тело можно, да, то есть тело это что-то чуть более социальное, да, телесность мы рассматриваем как некое такое социальное образование, социальное наложение на организме для вас. Организм не может быть толстым, он просто организм, да, вот он такой, какой он есть, вот, и в этом смысле действительно доверие к некоторому процессу, к собственному организму, да, это тоже важная часть работы терапевты, его подготовки ко встрече с разными, да, какими-то ситуациями, рабочими, жизненными, да, там, что, ну, если, скажем, вы работаете, ну, хорошо, чтобы вы для себя вот тоже самое делали, да, то, что вы видите, то, что вы знаете, то, что вы умеете. Вот, и в этом смысле никого не удивляет правда, что, например, если царапина на коже, да, то она заживает сама, ну, по большей части, конечно, если туда инфекцию засадить, конечно, придется как-то очень активно этим заниматься. В общем, в целом, да, все же царапали, да, вы какие-то все так достаточно целые, то есть как-то оно нарастает. И точно есть в теле, вот почему работа с телом и обращение к телу вообще так, как бы, антинарцистично, так, что в теле есть очень много чего, что в нашем организме, даже, скорее всего, есть много чего, что точно не подконтрольно и вообще не подгласно, да. Ну, пищеварение, например, как-то, ну, подгласно, если сильно покушать, да, то есть можно их загрузить очень активно. Ну, в общем, в целом, оно как-то само по себе существует, сердце существует само по себе, да, тогда, конечно, можно переживаниями тоже всячески его, я думаю, как-то могу знать. Но, тем не менее, да, то есть теле происходят процессы, которые, в общем, не надо контролировать, да, это точно совершенно, опять же, да, если, я сейчас немножко поговорю, но потом мы больше в основном будем как-то действовать, посмотрите, да, что получается, что доверие к телу подрывается сразу, то есть как только ребенок структуру, да, то действительно сразу начинается относиться структура. Когда едете, когда спать, сколько спать, да, ведь действительно же все регламентировано, и вот эта вся социальная структура, да, она регламентирует, привносит тот аспект, что доверие к собственному телу подрывается, к его импульсам, к его потребностям. Мы знаем, сколько надо спать, а если мы в то, сколько хотим, мы, ну, большую часть, наверное, из вас тоже, начинаем испытывать чувство вины, например, да, что-то вот как-то так долго уже, то есть если после до девяти еще ничего, а вот если до часа, то уже все, да, вот, есть то же самое, организм уже говорит, он уже, он просто ничего уже не чувствует, а туда в него вот как бы, ну, потому что всегда учили, что надо доедать до конца, да, вот, сегодня я слышала три истории на эту тему, буквально, да, то есть буквально, да, что надо до конца доедать то, что уже куплено. Почему? Кто сказал? Для меня тоже годные никогда не станут доедать до конца, или вброк. Нет, они плохо наедаются, но зато потом, после этого, там, где-то переваривают с кустом, очень успешно, да, и, в общем, как-то не переживают за тем, то, что они теперь валяются. Ну, и потребность отдыхать, например, да, вот про еду, кстати, согласитесь, это даже не самая такая серьезная потребность, хотя переедание, да, там, если уж очень круто, там, ну, сначала эстетически как-то начинает мешать, потом начинает как-то, там, уже эстетически мешать, да, там, типа, отдышка, тяжелый вес, а потом начинает уже болезнь появляться, да, то, что организм перестает справляться с этим способом, как каким-то образом себя утешает. Вот, и точно совершенно есть сигнал, который говорит, уже ничего не чувствуешь, да, ну, голода нет, например, и вкусовых ощущений даже нет. Да и тут первый эксперимент уперся, вы помните, да, там, попережевывание, вот Костя Королев, известный он такой-то сам, да, вот он рассказывал, он, правда, он похудел, я не знаю, белый, белый, на самом деле, но похудел, правда. Он просто экспериментировал, самое, ему было интересно, потому что мы все прочитали и обставили, да, например, ну, человек взял и поэкспериментировал, и стал всему-навсему просто пережевывать, что-то не так делал это, да, помогает? Ну, точно, не так делал. Ну, это очень тяжело, конечно, тебе же уже было быстро, погибли в печенье, там, какого-то, и... С этого эксперимента, одну секунду просто, это очень такое... Один день я так попробовала, мне ночью приснится сон, что папа мне жарит мясо вот такими гусками, и я ем, 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 и потом уже не могу, потом не до лепешки, я думала, зачем же я столько съела, я обожралась, но это был папа, и они такие были аппетитные, я на него и выпихал, так что вообще прям такой красивый. Ну, очень устает челюсть, невозможно, конечно, если вот такие вкус не прожжут. Нет, даже маленькие, там же он до каши прям рекомендует, то есть вот пока вообще в кашу не превратится. Ну, я бы сказала так, что, конечно, и супично, на мой взгляд, вот хорошо бы ездить, и я потеряю до этого момента, пока нет вкус, потеря вкуса, скорее всего, как хотите, вероятно, как ты зашла, там открыто? Там мукулируется. А, наверное, бежите, да? Вот, да, лепешки тебе ездить, но пока нет вкус, пока вкусно, да, то, что уже ешь, не помнит себя, да, что же я говорю. Ну, вот, собственно, это к чему говорит, то, конечно, тело нам всячески, не только сигналы продает, но и умеет справляться, да, то есть, конечно, если уже зашкаливает, зашкаливает, а отключен, но в силу избыточной тревоги, да, то есть, наконец, уже настолько стало тревогом, что мозги отключились, да, и тогда вот начинаешь там как-то бегать, лечиться или дышать, как консистент. Вот, ну, в общем, вот, в целом мы эти сигналы не просто не слышим, но пренебрегаем ими. И в результате, что происходит в терапии, чем это значит, например, ну, приходит клиент, и мы выстраиваем некоторые проекты в отношении него. Мы ставим диагноз, сколько бы ни говорили, что в Киштайке диагноз не ставили, да, это у него эстроэкция, это у него эстрофлексия, и пошло, и начинаем что-то с ним делать. Вот, более того, мы же должны делать, потому что, если мы это не делаем, то вроде как бы и не терапевты, да, ну, и клиент тоже, что вы со мной будете делать сейчас? Ну, и все, да, а я могу поплачать. Поэтому то, что связано с телом, точно важно обнаружить один аспект, и сейчас мы это попробуем сделать, который связан с тем, что в теле есть тот процесс, который называется саморегуляцией. Название мы все это знаем. Да, но обнаружить, как это происходит, в общем, ну, не знаю, может быть, вам представлялась возможность это обнаруживать, да, но если нет, то мы сейчас это попробуем. И делать это с помощью, можно, методики, техники, которая называется прослеживание ощущений и поддержание позитивных ощущений, то есть поддержание тех знаков, которыми ресурсные, позитивные состояния, хорошие, да, то есть там другая часть, которая есть, как-то себя проявляет, потому что всегда есть и то, и другое. Ну, вот, поэтому сейчас я вместо того, чтобы говорить, сейчас попробую продемонстрировать, да, демонстрации бывают разные, бывают очень красивые и яркие, бывают, ну, какие-то менее такие яркие, но тем не менее сам способ это поддерживать, ну, это точно антинарцитическая работа, потому что здесь нужно будет. Не максимально следовать за клиентом и, в общем, больше ничего не предлагать. Вот, поэтому мы как можем попробовать, либо просто кто-то выйдет, либо кто-то выйдет, у кого есть какая-то телесная, вот, какой-то телесный дискомфорт, боль, напряжение. Не знаю, если он крутит, ну, типа мне, вот, тратковая, да, я могу так. И вот я готова кишить звук. Интересный симптом, как ощущение, ну, да, по плечам. Это вы сядете? Да. Так, пока еще. Так, после демонстрации мы делаем перерыв. Ну, расскажи мне, что там, если вам напишите. Ну, сейчас мне... Как мышка... ...настряжение было, болит вошло. Если я там мышка напрягаю, то... Да. Мне очень нравится, да? Да. Ты, когда сейчас описываешь, да, ты замечаешь, обращаешь внимание, а ты кто, и мышцы вибрируешь. Ты сейчас как-то вибрируешь, да? Да, но так и вибрируешь. И это какое ощущение, когда вибрируешь? Сейчас как-то вибрирует. Ну, не знаю. В принципе, он даже приятно. И что следующее, если замечает. Какое ощущение, как это позволяет вибрируешь? и приятные ощущения. Ну, как-то одновременно и странно, но я не могу поговорить. Какое ощущение? Прикольно. Что это за ощущение? Которое это называется? Ну, энергия, что ли? Ну, не знаю. Энергия. Ощущение энергии. И где это ощущение? В хокке. Где лучше? Как-то напрягает вода, почему-то дрожит сильно. Энергия и стена просто лежит. Да. И это какое ощущение? Чувствуешь энергию в кисти. Ну, как это? Сейчас. Просто такое приятное, неприятное, негативное. Чувства и ощущения. Ощущения. Ну, мы всегда говорим, что ты чувствуешь, а при этом это и про ощущения. Правда, и про ощущения, да? Какое вот ощущение, когда энергия. В этом родилось, что ощущаешь энергию. В кисти. Вообще-то, приятно. А это прочувствуем, как там? И про ощущения. А, хорошо. Ну, да. А попробуй только ощущения. Ну, сейчас с тобой поднимаем за ощущениями. То есть, вообще-то приятно. Ну, вот здесь напряжение. Ну, вот здесь напряжение. Вот тут, как он встает. А тут, как он встает. А тут, как он встает. Попробуй чувствовать свою кисть сейчас. Это за ним. Он же не дрожает. Он же не дрожает. Как ты чувствуешь? Какая? Какое ощущение в кисти? Ощущение? Ох, да. Ну, да. Какое ты чувствуешь сейчас в кисти? Ты смотришь, да? Я вижу, ты делаешь какие-то движения. Да, да. Какое ощущение? Какое ощущение? Да, да. Какое ощущение? Когда расслабляешь, это ощущение какое? Приятно или не приятно? Да, это ощущение. Это приятные ощущения, да? Ну, вы заметите, да? Движения ты расслабляешь. Здесь тоже плечет, да, сейчас. Там, держать тяжело. Да. То есть, хочется тогда... Такое что-то, да, уже вот вообще-то бросить. Угу. 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 И когда ты это делаешь, какие ощущения и размечаешь? Расслабляешь. Расслабляешь. Угу. Тоже какое ощущение? Приятные. Приятные, да? А здесь? Что? Здесь так он тянет чуть-чуть. Угу. Угу. Ну, тоже. Угу. 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 Как сейчас? Угу. 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 Ну, то есть, он почти не болит. Угу. 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 А вот ощущаем. Угу. Конечно, мы вообще говорим на эти чувства, что ты чувствуешь на этот вопрос. Можно ответить двумя. Я чувствую гнев или я чувствую боль. Второй ответ – это ответ, связанный с ощущением. Первый ответ – ответ, связанный с чувством. Поэтому, конечно, с этой трудностью вы будете сталкиваться. Юля все знает, но все равно сложно. Мне было бы, я все знаю, но все равно как-то изолировано воспринимать ощущения довольно сложно. Потому что мы воспринимаем интегрированную картинку себя, как правило. Но возвращение к ощущениям – это довольно сложно. И именно так сложно, но, собственно говоря, опыт-то какой, да, вполне позитивный. Вы видели, что Юля, ее рука и ее ощущения сами интегрировались в позитивную сторону. Я не говорила расслабь, я не говорила дрожи, да. Процесс происходил сам по себе. Поэтому работа с ощущениями, с прослеживанием ощущений, она чем-то очень важна, да. Она, во-первых, позволяет заметить, что тело само, сам регулируется. Если ему позволит, если просто следовать за ним, да, потому что если мы следуем своим вниманием за этим процессом, то интеграция и разрядка произошли сами по себе. Что такое боль, да? Это избыток напряжения, удерживание. Не буду сейчас фокусировать, да, потому что можно двигаться дальше, мы будем дальше делать, потому что это только часть работы, да, такое изолирование. Но, на самом деле, в самых сложных условиях, потому что обратиться к ощущениям сложно, да, это удержание чего-то в отношениях, какого-то жеста, там, любого, да, не буду фокусировать. И, собственно говоря, если просто следовать за этим ощущением, заметить его, да, тело начало интегрироваться. Причем тем самым сложным, которым я вчера говорила о животных. То есть началось дрожание, как Ланя, да, которую там сидела-то оставила, началось дрожание, пошла разрядка, появилось тепло, приятные ощущения, да, и, в общем, сам сектор, что мы для этого делали, ничего, удерживая внимание, не просто, что следующее происходит. А само следующее всегда происходит, как правило, вот всеми травмами мы будем об этом подробно говорить, тело саморегулируется, да, если ему позволят, то оно отдает этот выток, начинает отдавать этот выток напряжения, соответственно, снижается боль и разряжает, да, через периферию, да, потому что плечо это более центральное положение, чем кисть, да, поэтому очень хорошо, что энергия пошла в кисть, кисть подражала, почувствовала себя сильной, появилось. То есть позитивное переживание, при переживании ничего не спрашивала, но вообще-то довольно приятно ощущать свою силу, свою силу, свое тепло, вот, и часть энергии разрядилась. Понятное дело, что это очень простой, вот, поэтому, конечно, важно, да, и объяснять немножко, и удерживать ему в зоне ощущения, да, потому что, ну, это, ну, экспериментально, да, то есть если мы делаем это как упражнение, или как работу с ощущениями, более того, очень иногда важно удерживать это обращение с чувством, чувство, потому что чувство очень сильное, да, это интегрированное переживание, которое как раз сложно пережить, да, сложно, сложно что-то с ним сделать, да, его сложно там разрядить или реализовать. А ощущения это как кирпички, да, из которых эти чувства смазываются, и эти кирпички есть и неприятные, но есть и позитивные, да, и мы поддерживаем вот эту вот позитивную часть, а не ту, которую мы привыкли принимать как проблему. Да, поэтому это просто работа, техника, работа с ощущением. Еще есть вопросы? У меня нет, конечно. Ну, для меня это вообще новость, и оставаться в ощущениях, потому что у себя, дальше там, надо было осознать, какое чувство еще за движением, или за этим. Да, ну тогда это целый, чем я сразу же и включаю. Конечно, конечно, да. То есть ты просто знаешь, ты следуешь проехать, да, что мы у нас одновременно, да. Вот. Ну, посмотрите, да, вообще и в сервисной терапии, и вообще, на мой взгляд, других видов терапии, просто, я сейчас не помню, если такой принцип ясно сформулировал, но не так даже скажу. Прежде чем преодолевать реки, нужно наводить переправы, да, прежде чем активизировать чувство, нужно создать безопасные условия для его проживания. И давительный шаг. Конечно, это работа с формой. Вообще, работа с телом, с ощущениями, в частности, это всегда работа с формой. Собственно говоря, вы помните, вообще-то это точно вот как-то присутствует, и я думаю, что вы слышали это много раз, что если вот эта ситуация при контакте не пройдена достаточно полноценно, то либо фигуры неясные, либо не те фигуры, либо, да, там, адрес, да, либо чувство какое-то замечающее может проявиться, как фигура. Вот. Поэтому телесная работа крайне важна, потому что мы привыкли к своему опыту, мы привыкли переживать определенным образом, главное, определенным образом справляться. Ну, коротко в следующий раз немножко подробнее, да, в чем называется структура мышечного панциря. Потому что надевший на себя этот мышечный панцирь, мы адекватно надевая когда-то его, там, ребенок успешно защищался от того, чтобы родители его не любили, осуждали, ругали, например, когда он кричит в опыте, он блокирует диапазон и перестает орать. Очень хорошо. Мама успокоилась, потому что ей приборно, папа еще не пришел, бабушка тоже почему-то сегодня загуляет в каком-то, и вообще никто не подскажет, и жуткая фигура совершенно. Вот. И тогда хорошо, да, потому что в этой системе эта регуляция сработала успешно. Но когда этот способ становится паттерным, то есть привычным, да, тогда невозможно в другой ситуации, когда на тебя нападает, например, крикнет, пошел бомб, громкий, страшный голос, хотя, может быть, маленькая, большая, сильная женщина, вы помните принцип бабочки с глазками, да, громкий голос – это тоже некоторый сигнал сильного опасного существа, но если дыхание заблокировано, диафрагма заблокирована, невозможно. И, например, хочется сказать так, чтобы тебя услышали, а с дыханием, если здесь, ну, вообще, клетан, я не хочу идти так, поэтому возможность обращения к ощущениям позволяет обойти вот эти привычные структуры. Ну, например, да, вот такой метафорический пример, когда вы едете на поезде, вы видите, знаете, если расфокусировать, это такая смазанная картинка, посмотрите, мы вообще не видим, что там есть. Можно, там, квадратик, да, полярка, там домик уже не видны люди, но если идти пешком, мы видим все крупно, да, мы видим, что там деревья, дремят воды, видим цветочки, там людей разных, ну и так далее. Вот, поэтому обращение к ощущениям очень, как бы, замедляет и укрупняет вот те картинки, с которыми мы имеем дело. И тогда мы имеем дело с перелетом, если там Одесса беседет, да, когда-то там идем по полю, да, обнаруживаем, можем там на ночь гостинуться, ну и так далее, да. Вот, поэтому возможность обратиться к ощущениям, она позволяет выйти из слияния, что такое самолет, это слияние. Все, промелькнули, ничего не увидели, никаких деталей, поезд тоже, но чуть поменьше. Вот, поэтому обращение к ощущениям, это как хождение пешком, позволяет укрупнуть и, собственно, дать возможность создать условия, когда вот то, что обычное, привычно, слито в единую структуру, оно станет раздельным, да, и тогда мы можем уметь дело не только с теми феномерными, которые уже в чувстве привычного вкладываются, да, а с какими-то феномерными, которые, ну, могут быть присутствовать в этой ситуации, но уже, да, и в этом смысле работа с ощущениями, это очень хорошая поддержка для творческого приспособления, то есть для отказа от привычного способа, реагирования там, терапевтизм, ну и так далее. Есть любовь хроническая, да, у меня серьезная, человек длительно лечится везде, маска, снидука, тоже плечо, скажу. Можно ли, кстати, на хроническую? Можно. А что у меня, Вероник, ты не была, значит, вот все вопросы сразу можете, как бы в мое время будем экономить, любой вопрос, который формулирует, так можно видеть, ответ всегда будет. А что у меня? Совсем, почему будет? Вот, поэтому я предлагаю сейчас, ну, мне кажется, я уже сказала достаточно, давайте по упражнению. То есть, во-первых, значит, что делает терапевтизм? Я предлагаю попробовать, а потом как раз и обсудить, да, что вы движет материал. Да, обязательно. А, давайте после перейдем. Ну, парадок, поэтому поставьте себе какие-то исследовательские задачи, да, посмотреть, помочь клиенту, увидеть, как это происходит, когда мы создаем условия для возможности включения саморегуляции. И создаем условия тем, что ничего не предлагаем, ничего не интерпретируем, ничего не навязываем, а просто следует, да. Это, собственно говоря, является как раз вот этой учебной задачей, и для терапевтов, и для клиента удерживаться в этом поле следует, да. То есть исследование фона, что есть фоне, какие ощущения. Причем ограничиваемся сегодня в этот раз только одними ощущениями. Ну, во-первых, потому что это самое сложное, самое незнакомое. Мы, в общем, не знаем, не помним, мы уже знаем, что ли чувствуем, а из чего это все сложилось, в общем, очень ясно, да. Вот. Значит, терапевт удерживает, каким образом клиента в этом исследовании, да. Называются чувства, а какие ощущения тебе подсказывают, что ты испытываешь это чувство. Да, потому что ты просто скажешь, чувства или ощущения, да. Поэтому тут легко подсказать ощущения все-таки. Но если вам чувства какие-то, так говорят, да, какие ощущения подсказывают, а что ты замечаешь на уровне ощущений, да, то все равно обращаясь вот именно к этому уровню, да. Вот. И если, да, например, да, у нас такого тоже здесь не было, а могло бы быть, например, если вот у Юли сразу приятное, во-первых, сразу появилась дружба, то есть разрядка сразу пошла, да, то есть тело, ну, во-первых, спорт, танцы, да, то есть тело, в общем, да, вы уже есть прислушивание, просто и прислушивание есть, и доверие к телу, да, потому что заниматься ни спортом, ни танцами невозможно переговорить к телу. Поэтому стоило просто остановить процесс, да, который сделал, что, а как, как тело, в общем, правда начало разряжаться и, в общем, делать что-то, вот, что-то отравляется происходило и, в общем, как бы ресурс, да, был обнаружен. Но если этого не происходит, например, говорит, больно, больно, еще больнее, а вот теперь здесь было, а вот теперь здесь было, спрашиваете, а что противоположно, а есть ли что-то приятное? То есть вам не нужно просто вот эти задачи поддержать позитивные ощущения и их обнаружить. Поэтому если упрямое тело, а это нормально, потому что в теле упрямство точно так же, что противоположно, что приятное, есть ли какие-то приятные ощущения? Ну, все про ощущения. Все, Более, все, Более, все, Более, все, Более, все, Более, все, по-моему, все. Один, приехавший сюда телесно-ориентированный терапевт, как раз рассказал, это был Андреас Выковский, и вот в хрестомате, по-моему, есть как раз его софей, если мне тогда привезут уже сборники по его синтезу, можно было бы почитать и про дыхание, и так далее. Очень хороший терапевт, он рассказал такой случай, как раз, например, если у клиента пришел, у меня все плохо, все ужасно, вообще нет ничего хорошего. Он спросил, а как чувствует там гнезинец вашей левой ноги? Хорошо, вот с него и начнем. Не важно, да, кто-то что-нибудь, кто-нибудь хочет, что угодно. Есть что-то, всегда есть что-то, что хорошо. Ну, таким иногда слишком плохо по-моему, понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!